Утренний гость Хочу обидеть, но тем не менее Хоккей в России на высоте Их всегда приятно смотреть И хочется включать телевизор, когда наши хоккеисты играют Как здорово они это делают И у нас, друзья И не только в России, я хотела сказать Но и в Чувашии, и в Чебоксарах Ведь есть свой хоккейный клуб Чебоксары И сегодня у нас в гостях спортсмен Вратарь Михаил Фофанов Доброе утро Доброе утро, доброе утро, господа Прям вот в такой вот Мне тоже захотелось почему-то Олимпиечку надеть И тоже быть на спорте Нашему режиссеру, видимо, тоже, понимаешь Он начался, ты мне говоришь, сразу, видимо, Олимпика Пригвозила просто свое внимание Ну вот, Михаил Сразу вам вопрос, почему хоккей? Зачем это было нужно? Либо это не спросили А знаете, когда Маленькие дети, ну я начал заниматься С шести лет, и так получилось, что Шел в бассейн, проходил мимо хоккейной площадки И вот Детский разум решил, что Нужно посмотреть на лед, и как все это классно Выглядит А тут же Это заметили родители И подумали, что стоит попробовать меня в спорте И так и получилось год за годом И начинал кататься на луже То есть возле дома А потом уже Форма, шайба, скорость Все это А ты помнишь вообще первый свой выход на лед на коньках? Как это произошло? Ну то есть не на игровой, конечно А вообще, вот когда ты впервые В детстве, ну это маленький возраст Все-таки пять-шесть лет Встал на коньки, как это было, помнишь? Это незабываемо То есть я вышел на лед с дедушкой И первые шаги, первые падения Больно, холодно Еще и в Ленинграде погода такая была Что примерзали руки, языки Все хочется исследовать, посмотреть Но зато, когда все начало получаться То есть я впервые поехал, покатился Это незабываемо Это даже сейчас, когда каждый раз на лед выходишь Это вызывает те же самые эмоции Миш, вот сейчас не спортивный вопрос Задам и тебе я передам слово, ладно? А вот сейчас оговорка была или нет? В Ленинграде? Или все-таки Питерцы? Ты все-таки питерица Потому что суть твоего возраста По внешнему виду Но говоришь в Ленинград Ну, родился ты в Ленинграде Получился, то есть я 91-го года рождения И как-то это в паспорте написано Поэтому все-таки Ленинград Для меня он всегда станет Ленинградом Друзья, что еще интересного из области хоккея Мы узнаем все совсем скоро Прямо сейчас послушаю музыку А потом вернемся и продолжим разговор С нашим замечательным хоккеистом А спортсменом хоккейного клуба Чебоксары Михаилом Фафановым Друзья, что еще интересный хоккейный клуба Чебоксары Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 были. Подводя итоги этого года, что можно сказать? Год был так вот хорошим или могло быть лучше? Или впереди нас ждет такое? Я думаю, впереди нас ждет просто невообразимое, потому что начали сезон просто прекрасно, потому что долго держались на первом месте. Закончили, выполнив в основном задачи, потому что мы попали в плей-офф. Это игры на выбывание. И заняли восьмое место, но боролись с первым и делали это просто великолепно. Две игры перевели в овертайм и проиграли в одну шайбу. Вот сезон заканчивается. Каким матчем вы заканчиваете сезон? Совсем скоро ведь он состоится. Вот об этом поподробнее. Да, 25 числа в 18.30 состоится матч битвы двух столиц, так называемый. Будем играть с казанским барсом. И это будет некий подыток сезона, я думаю. И шанс посмотреть на новых игроков, которые приедут. И билетов практически уже не осталось, да? Да, честно, даже приходилось невесте идти мне и покупать билет. Достаточно сложно достать нужные места, потому что билетов очень мало осталось. Миша, вот хочу сразу задать вопрос. Команда молодая, но она собрана со всей России. География игроков какова? Вот можешь об этом рассказать? Вот ты, я так понимаю, из Ленинграда, из Питера. Да, совершенно верно. Есть ребята еще, откуда ребята? Ну, из Москвы, из Тагила, из Урала, есть ребята из Снежинска, то есть городов, если взять карту России, и можно флажков понатыкать. Можно. Очень много людей. Это хорошо, это здорово, мне кажется. Скажи, а вот сам тренер, он откуда? Сергей Зинулович Нуржанов, он, честно, я не интересовался, но в прошлом году он, я так понимаю, что сам из Тагила и тренировал там, поэтому скорее, скорее Тагил, да. Скорее. Где родился. Ну, у тебя будет теперь пола, собственно. Да, спросить у тренера, конечно. Здрасте, откуда вы? Ну, как-то не принято у нас, что ли. Миша, а как семья? Все-таки или ты как-то сюда, может быть, ее перевез? Да, со мной приехала моя невеста, она меня поддерживает везде, присутствует на каждом матче, то есть это моя опора. Невеста спортсменка? Конечно. Да? Какой виспорт? Да, она у меня занимается тайским боксом, занималась, чемпионка Белоруссии, и сейчас в Чебоксарах тренирует, преподает девушкам самооборону. Так что, если ты хочешь обороняться, научиться, пожалуйста, тем же есть, кому обратиться. Как вам Чебоксары? Нравится город? Да, честно, очень нравится. Мне повезло, я приехал из Питера сюда и особого контраста такого сильного не увидел, потому что и здесь есть красивые набережные, погодные условия, конечно же, лучше. Ну и люди, соответственно, все доставляют безумное удовольствие. Да, люди у нас солнечные, яркие, это так. Это здорово, да, ну вообще солнечная Чувашия не зря же говорят. А смотри, вот как, давай немножко окунемся в процесс, вот творческий чуть не сказал, но тем не менее, спорт это тоже творчество отчасти. Как это все проходит? Как проходит процесс занятий, тренировки вот в вашем хоккейном клубе, что это? Вы встаете по расписанию, едите по расписанию или нет? Или это что-то свободное такое? Я слышала, что в 5 утра тренировки даже начинаются. Бывает, но это уже в частном порядке. А так, например, стандартное расписание на тренировочный день в сезоне, то есть мы собираемся командой, завтракаем, после этого идем на, ну проходит, естественно, какое-то время, то есть нам дают час свободного времени, после этого идем в зал, после зала у нас сразу же лед, после, да, сразу же обед, и после обеда, например, порой бывает, что у нас есть вечерняя тренировка, порой нет, это в зависимости от игры, то того, как тренер составил микроцикл, то есть сложный процесс, и каждый день разный получается, но в основном у нас по 2 тренировки в день, и между ними там только вечером остается время на безделье или отдых. Суммарно, суммарно количество часов, проведенных в спортзале, на тренировках и так далее, это сколько в день, примерно? Ну, примерно час в зале и от 2 до 2,5 часов на льду. Это одна тренировка? Это в общем день. В общем, день. На льду больше 2 тонны часов очень сложно провести. Я не сомневаюсь, что это сложно, но мало ли некоторые, например, танцоры по 8 часов в день тоже занимаются, тоже физическая нагрузка, дай Боже, поэтому я хрен. А сколько лет спортсмен может стоять на льду? То есть сколько, до скольки он может играть? Вот у меня такой вопрос, может быть даже глупый, но мне будет интересно. Нет, почему глупый? На самом деле есть просто молодой вид спорта, есть вид спорта как хоккей, да, то есть это очень частно и зависит, наверное, от каждого человека, покуда ты сможешь вынести или покуда тебя хватит организма, потому что очень физически трудозатратный спорт и ресурс организма он все-таки заканчивается рано или поздно, но, как мы можем видеть, у многих хоккеистов и до 45 хватает, то есть Юра Амир Ягар, он, мне кажется, вечный, вот, а некоторых хватает там до 27, это тоже очень много зависит от травм полученных во время, это все-таки контактный вид спорта и достаточно сложно прогнозировать, но мы надеемся на лучшее, надеюсь, все доживем до Ягра в хоккею. Ну а потом, потом вы начинаете тренерскую, да, карьеру? тут уже дело каждого, но тренерскую карьеру начинают и раньше, то есть дети все равно тянутся к ребятам, которые были у них кумирами, а если нам есть, что им дать детям, то почему бы и нет, например, заниматься с детьми, даже для персонального спортсмена, это иногда огромный скачок вперед, потому что проецируя на детей то, как ты делаешь некоторые движения, ну, для меня это в аватарском направлении, то есть я многое понимаю в себе, то есть почему я ошибался, например, какие движения более удобные или мне подходят. Взгляд со стороны одни. Взгляд со стороны намного яснее. Или вот я, например, всегда делал одно движение в определенном образом, даю это ребенку, но не получается. Я ищу, в чем причина и нахожу ее и понимаю, что, блин, а так ведь намного удобней и я могу это применять и это тоже совершенствование. Получается, да, все-таки Михаил Фуфанов у нас еще и тренирует детей. Ну, когда просят, потому что в таком городе, как Чебоксары, достаточно много молодых хоккеистов и там занимаются они на том же самом Спартаке в школе. Ну, в виде спорта, ничего вообще не нового, да, есть у нас определенные традиции, сладежные фуфы. А вот во сколько нужно начинать ребенку заниматься хоккеем? Вот это такое небольшое пособие, наверное, для родителей, которые мечтают, чтобы их ребенок стал спортсменом, думают, да, отправите меня отправить, да, отправить именно сегодня, да, вот во сколько? Так как хоккей это очень модное направление, и начиная от Питера, заканчивая дальними углами, Урала, уголками, например, то есть, многие родители детей отправляют очень рано, то есть, четырех лет на лет ставят, там, с пяти, это рано, и они там включают их в тренировочный процесс полностью, то есть, у детей там по шесть, по семь тренировок в неделю, это очень много, не надо лишать их детства, то есть, достаточно двух, трех раз в неделю, ну, вот, например, с пяти, с шести лет этого будет выше крыши, и ребенок и удовольствие будет получать, и не потеряет к этому интерес, это очень важно. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях голкипер Михаил Фофунов хоккейного клуба Чебоксары, а выйдем в следующем выходе, поговорим еще на тему хоккея, на тему не хоккея, но пока что прервемся на музыкальную паузу. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова 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 То есть ты ходил в стандартную школу, после чего поступил в обычный абсолютно университет. То есть я поступил в академию лесотехническую в Санкт-Петербурге. Просто за счет того, что пошел в хоккейный клуб СКА, мне, например, предоставили свободный график посещений. Но это не такое, что ты пропускаешь университет, тебе все ставят авансом. Нет, просто, например, на время тренировок учителя дают поблажку, преподаватели понимают, входят в положение, со всеми приходится общаться и как-то выбивать себе свободное время на тренировке. Поэтому достаточно сложно. Намного проще будет, если ребенок будет ходить, например, в спортивную школу, получит надлежащее образование и будет время на тренировке. Потому что дети обычно занимаются утром и, соответственно, школу пропускают из-за этого. А вот есть какой-то специализированный вуз или факультет определенный, где вот именно большинство хоккеистов учатся, спортивный какой-то? Конечно, конечно. В Лесгов-то. Ну, я знаю про Петербург больше, потому что живу там. В Санкт-Петербурге это институт имени Лесгов-то, потому что там есть и хоккейная кафедра, там готовят высшую... Ну, готовят тренировок для высшей школы в Москве. То есть это очень-очень-очень крутое место. Но, так опять же, как лежит душа. То есть если хочешь тренировать, то да, то нужно образование такое. Ты бы хотел попасть туда? Честно... Я веду к тому, какие у тебя планы и перспективы. Вот сейчас ты играешь как профессиональный спортсмен, а ты играешь определенное количество сезонов. Потом что? Потом, пожалуй, если тренироваться только в частном ключе, то есть отдельно с каким-нибудь там мальчиком или с профессиональным вратарем, но никак не команду. Это очень сложно. Я сочувствую всем тренерам команд профессиональных, потому что это такая нагрузка. Это надо знать и думать о каждом, уметь общаться, быть психологом. Это каторжный труд. А вот вратарь – это личная инициатива? Или вот на протяжении многих тренировок тренер смотрел, анализировал так, он будет нападающим или он будет тренером? Как это произошло? Ну, это скорее счастливая случайность и, наверное, метод подбора состава. Так получилось, что у нас в команде не было вратаря и лежала красивая вратарская форма. И я такой подумал, вау, это должно быть очень круто. Ну и Лень сыграла, наверное, большую роль, потому что я думал, блин, игрокам приходится бегать так много, так долго. Ну и встал в ворот и начало получаться. В первую же тренировку тренер разлился на меня, потому что я не пропускал шайбы от него, а он не мог уронить достоинства перед ребятами и прорвал меня насквозь ловушку. Я тогда первый раз в жизни увидел, как это бывает. Порванная форма. А когда это было? В каком возрасте? Это было в 12 лет примерно. Ага, то есть в 12 лет уже, ты понимаешь, все, ты вратарь. Даже поздно это было. Друзья, на самом деле Михаил сейчас лукавит. На самом деле мы здесь, когда разговаривали за эфиром, Миша говорит, что даже когда уходит на отдых, то первые три дня отдыхается, а все остальное уже не может. Нужно бегать, нужно прыгать, нужно скакать и так далее. И все это в частном порядке на весь отдых, как говорится, нужно заниматься, иначе не то, что вот все, а иначе просто сама душа и тело требует это, правда? Конечно, организм не переживает длительный отдых. Да, то есть, ну, правильно, вот у всех такое бытует мнение, что вратарь стоит, что там все вышутся, все потеют, играет, а вратарь стоит и клюшки туда-сюда будет. На самом деле это же тоже колоссальная нагрузка. Я, честно, думал так же, как и все, что вот, встану в ворота, ничего делать не надо, стоишь, отдыхаешь. А потом появился вратарский тренер и объяснил мне, что все совершенно в жизни не так, уже было поздно что-то менять, я схватился за голову, но уже все, уже полюбил, и мне нравилась та ситуация, когда ответственность на тебя намного больше, взгляды прикованы, приходится... Ошибку вратаря видно сразу на табло, поэтому с таким давлением и приходится из себя вытаскивать резервы, скрытые вот это чувство, когда делаешь все правильно, да не ошибаешься, это непередаваемо. Поэтому и тренер подобрался правильный, и все получилось понакатанное, и мне объяснили, что вратарей работают в 2 раза больше, вратарей приходят на час раньше, уходят на час позже. Для вратарей есть определенные тренировки, и ты должен их выполнять. Я понял, что стоять на месте не сработает. Одним словом, друзья, в команде все участники равнозначны, и не побываясь этого слова, пашут одинаково. Миш, мы завершаем сейчас телеэфир, чтобы ты сказал какие-то напутственные слова, может быть, начинающим мальчишкам, которые сейчас смотрели наш эфир, и вот они без того хотели в хоккей, теперь еще больше захотели. Я бы сказал, пробуйте, и все обязательно получится, потому что хоккей любит трудолюбие, и всегда пласят за него великими достижениями. Увидимся на льду. Да, отлично. Увидимся на льду, на битве двух столиц. Друзья, не пропустите, ну, не пропустите наш радиоформат, мы туда и переходим прямо сейчас из телеформата. С нами гость Михаил Фофанов, хоккейный клуб Чебоксары, ну, и постоянный ведущий, мы Максим Попов. Анголицына, все в радиослушательном ТВА, радиоволны 100 и 3Ф, большой пламенный привет, мы услышимся в следующем части. Ну, а всем телезрителям национальной телекомпании Чувашии мы говорим с новым добрым днем, друзья. Вот так вот здорово, весело, вместе с Будильником мы просыпаемся.